Тевтонскому ордену удалось найти свое место в постоянно меняющемся мире. Наша цель предельно проста и понятна. Мы должны получить спорные польско-литовские земли любой ценой. После чего мы сможем взять реванш за поражение Ливонского ордена на Чудском озере в Ледовом побоище. И как всегда на просторах Европы Универсалис 4 вас приветствует Малавар Гейминг. Садитесь, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе кружечку крепкого горячего чая, ведь мы начинаем. В середине 1492 года Тевтонский орден берет экономические идеи и начинает свое очередное противостояние с польско-литовской унией. Численное преимущество врага вкупе с оккупацией Ливонского ордена вынуждают наше правительство обратиться к займам и иностранным наемникам. Однако уже 19 июня 1492 года мы начинаем наступление, которое положит конец польским амбициям. 15-тысячная армия поляков отрезана и не способна присоединиться к сражению. Перегруппировавшись, враг атакует наши южные рубежи. Ливонский орден вступает в заведомо гибельное для него сражение и вынужден отступать под гнетом вражеских мечей. Однако зима уже в самом разгаре, а это значит, что в ближайшее время и нашему ворогу придется не сладко. Докупировав союзные провинции, мы возвращаемся в родные земли для того, чтобы дать противнику еще один смертельный бой. Уже сегодня, именно 22 августа 1493 года, тефтонские рыцари будут пить вино из польских черепов. Обе стороны порядком устали и стащились, однако для нас не приметимы более никакие условия, кроме как безоговорочная капитуляция неприятеля. Очередное сражение и еще одна 16-тысячная польская армия разгромлена вместе с разорением город Варшавы на другом конце противостояния. И надо сказать вовремя, ведь у нас есть войска близ Кракова, которые только что закончили осаду. Это значит, что мы без труда сможем перехватить вражеские подразделения и навеки упокоить их грешные души. Нам остается лишь взять Краков и его окрестности в окружение, после чего с Польшей можно будет мириться на территории. Таким образом, нам удалось одержать победу и ослабить поляков, чем и решила воспользоваться Москва для достижения своих территориальных амбиций. Ну а сейчас же на дворе 28 марта 1499 года и нам нужно решить ряд проблем. Экономика нашей страны пребывает в несколько дрейфующем состоянии. Нам нужно выплатить несколько серьезных займов и подавить восставших. К счастью, благодаря хорошей торговой и налоговой базе, нам удается решить эти проблемы уже к 1506 году. Третья польско-литовская война закончилась в 1523 году. То было тяжелое восьмилетнее противостояние, в результате которого Тевтонский орден получил свое распоряжение территории Варшавы и ее близлежащих окрестностей. Как бы тяжело не было ордену, ему удалось добиться практически невозможного. Теперь это полноценное государство с серьезными геополитическими амбициями. Его главный обманщик был растоптан. Сначала нами, а затем и Москвой. Однако Тевтонам требовалось гораздо больше, чем они имели на данный момент. Заручившись поддержкой Австрии, пользуясь тем, что Польша по-прежнему воевала с Москвой, Тевтонский орден начинает четвертую заключительную войну с поляками. Учитывая то, что помимо австрийцев нас поддержала еще и Венгрия, можно с уверенностью сказать, что у Польши нет ровным счетом никаких шансов. Учитывая то, что большая часть польско-литовского государства была оккупирована Москвой, нам пришлось довольствоваться теми территориями, которые еще не находились под оккупацией. Однако это была та самая малая бескровная война, которая была жизненно необходима для того, чтобы сплотить наш народ. А вообще, если посмотреть под другим углом, то мы получаем Вильнюс с хорошей крепостью и гардизоном. К тому же у нас появилась очередная веская причина аннексировать Ливонский орден, последнее время пребывавший в упадке. Да и куда же без еще одного выполненного задания? В 1225 году князь Мазовецкий попросил нас служить в Прибалтике. Нашими врагами были языческие балтийские племена, отказавшиеся принять христианство. Одним из этих племен является нынешняя Литва, и сейчас они утверждают, что являются верующими католиками. Но их поведение и окрысия против нас говорят об обратном. Что ж, нам удалось продолжить наш крестовый поход и завладеть их землями. Самое интересное, что Польша прям совсем плохо, и от нее откололось целое княжество. Но у нас есть более интересные административные дела. Мы начинаем присоединение нашего вассала. Долгое время он служил нам верой и правдой, и заслужил стать частью чего-то более великого. Стремясь получить монополии на тканевом рынке, Тевтонский орден начинает улучшение великого сооружения суконных рядов Кракова. К сожалению, для достижения этой цели пришлось пожертвовать 10% земель короны. Но оно стоит того, и рано или поздно окупится. Следующей нашей целью становится предотвращение расширения влияния богемии на восток. И пока Австрия выступает с нами на одной стороне баррикад, мы сделаем все возможное для того, чтобы нанести нашему противнику максимальный ущерб. И вот сражение одних католиков с другими, и все во слава Господа нашего. Разбив небольшой отряд неприятеля, отколовшийся от остальных сил, мы приняли решение продолжить наступление. И вот уже 26 бревых крестоносцев вступают в бой с превосходящими силами неприятеля. Удача на нашей стороне, во всяком случае на первом этапе противостояния, и этого вполне достаточно для того, чтобы разбить неприятеля. Собственно, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что эта война была нами выиграна. Тут еще на всякий случай, в качестве страховки 11-тысячная ливонская армия, да и союзники, конечно, пребывают в самый подходящий момент. Как говорится, кавалерия прибыла, только воевать уже не с кем. В любом случае, союзник может оказаться полезным, нам еще нужно некоторые территории декупировать и продолжить наше наступление на Прагу. Что мы реализуем в кратчайшие сроки, а вот самой Богемии не повезло, она уже сейчас готова выбросить белый флаг и согласна на мирные переговоры. Долго ли коротко, но время не щадит Богемию. И вот уже благочестивые крестоносцы без зазрений совести грабят Прагу. Хотя, конечно же, все было ровным счетом, да наоборот, это просто неблагочестивые граждане отказались платить церковный налог. А мы, эти добропорядочные Рубингуды, забираем у богатых для того, чтобы раздать бедным. Сами крестоносцы, они, конечно же, эти церковные мыши, да безземельные рыцари. Помыслы их чистые, а сердце пылает отвагой. Ну что же мы все о себе, да о себе, давайте посмотрим, как же обстоят дела у нашего неприятеля. В середине ноября 39-го года мы заключаем мирный договор, по результатам которого получаем несколько плодородных земель. Однако, пока Прага не перешла под наш полный контроль, не стоит расслабляться. Следующая война должна стать для Богемии последней. Наш крестовый поход должен не только привести народы Восточной Европы к истинной вере, но и обеспечить их приверженность католическим путям. Таким образом, крайне важно, чтобы в каждой деревне, какой бы мелкой она ни казалась, была церковь во имя Отца нашего. Кстати, о Святейшем Престоле. Нас достаточно очков для того, чтобы получить несколько приятных бонусов. Влияние накапливается достаточно быстро, и это значит, что мы можем взять все необходимое. Ну и куда ж без развития административных и через какое-то время наступательных технологий. Воевать нам предстоит еще достаточно долго, однако в ближайшее время мы с вами должны созредоточить свое внимание на восточных рубежах. Следующая группа идей, которая приходит к нам на вооружение, становится священной идеей. Ведь не стоит забывать, во имя кого мы сражаемся в этой бесконечной войне, подобной Уроборосу. Однако суровые времена требуют несколько иного подхода, и вот уже Москва становится нашим вечным противником. Битва за веру священна, боль поражений пройдет и разорвет за вселенной новый крестовый поход. Казалось бы, что в прошлом противостоянии мы решили все наши вопросы, и Тевтонский Орден довольствовался Краковом. Однако нет, австрийской поддержкой нужно пользоваться, пока есть такая возможность. Ведь что-то нам подсказывает, что еще одно нападение на Богемию, и австрийский император будет не столь благосклонный к нашим деяниям. А у нас есть претензии на несколько захваченных Богемии земель, поэтому новая война – это лишь вопрос времени. К тому же противостояние с Польшей позволило удовлетворить и некоторые территориальные претензии на Западе. Главное для нас сейчас не расширяться слишком сильно. Однако и у самих поляков хотелось бы забрать как можно больше земель для облегчения противостояния в будущем. После поражения 15-тысячного польского войска от руки австрийского императора нам абсолютно ничто не угрожает. И мы можем продолжить эту войну до победного конца. Наконец-то нам удалось объединиться с ранее захваченными территориями, да и получение под свой контроль Минска становится приятным бонусом. Разумеется, определенной проблемой становится национализация вновь приобретенных земель. Ведь в ближайшее время мы сможем включить в свой состав Ливонский Орден, а к этому вопросу нам нужно подготовиться как можно быстрее. Немногие могут похвастаться отсутствием института взяток в своей стране. Однако наш Орден широко известен от вращением такой ереси. Кстати, совсем недавно Полоцк отделился от России. Разумеется, мы воспользуемся такой вникальной возможностью немного расширить нашу территорию. Война будет молниеносной, ведь австрийцы еще продолжают поддерживать наше славное государство. За какие-то жалкие несколько месяцев враги были преданы огню и мечу. Но опасаясь коалиции, мы, к сожалению, не можем забрать больше, чем способны проглотить. К сожалению, заступление в войну Польши и Литвы мы не смогли получить под свой контроль достаточное количество земель. Однако нашей экспансии на Восток определенно быть. Тевтонский Орден справился с поставленной перед ним боевой задачей и готов продолжить свою экспансию. Крестовый поход или нет, Тевтонский Орден и Польская Корона никогда не могли сойтись во взглядах с друг с другом. С тех пор, как мы поселились в Пруссии в 1225 году, Польское Королевство пыталось избавиться от нас. Дело не в религии, а в нашем выживании. Мы должны победить Польшу и завоевать их земли. К счастью, для них эта страна более неинтересна для нас, если только мы не захотим реализовать некое подобие монолитных границ. Или же, если нам взбредет в голову пойти войной на Крым. Однако сейчас у нас есть более интересные территориальные претензии. С аннексией Ливонского Ордена его претензии стали нашими, как и враги. Кто-то скажет, что развязывание войны с Россией – плохая идея, однако мы готовы рискнуть ради прибыльного торгового узла. Самым тяжелым для наших воинов было ожидание, поэтому взятие крепостей на границе необходимо было осуществить как можно быстрее. Если нам удастся взять их, то мы сможем прорубить окно на восток в кратчайшие сроки. Как бы то ни было, спустя какое-то время нам удалось осуществить часть задуманного, а российская армия была поймана в опасной близости от Смоленска. Практически 30-тысячная армия врага, потеряв более чем 10 тысяч, была вынуждена отступать в страхе. Мы же в свою очередь не успеваем продвинуться, как враг собирает еще более внушительную армаду. Что ж, вызов принят, и мы готовы показать им, где раки зимуют. Не ожидал неприятель, что в резервах у нас есть 15-тысячное подкрепление, которое решит исход этой войны. При таком раскладе у России нет ни единого шанса на победу в этом сражении. Кстати говоря, в этот раз врагу очень неплохо повезло с кубиком, и даже это не спасло его от позора. А мы с вами и на минус один даем довольно успешный бой. У них остается последний вариант воздействовать на нашу армию при помощи стрелецких полков. Но тех еще надо бы насобрать, и до той поры у нас будет немного времени на захват близлежащих территорий. Новые сражения начнутся лишь в сентябре 1557 года. Это одни из последних резервов неприятеля, которые должны быть уничтожены ради нашей победы. Если нам удастся расправиться с 40-тысячной армадой русских штыков, побед будет за нами. И сделать это нужно до той поры, пока Псковская крепость не перешла в руки неприятеля. Враг, однако, не готов вступать в бой и отступается изрядно поредевшими войсками. Однако через какое-то время мы были вынуждены принять бой под Брянском. Тяжелое сражение, и не все наши подкрепления могут участвовать в этом противостоянии. Нас было немного меньше, однако нам удается одержать победу. С того самого момента все шло как по маслу, пока Австрия не призвала нас войну против Богемии. Союзников надо поддерживать, однако не факт, что мы справимся в войне на два фронта. Уже сейчас мы наблюдаем 26-тысячное Богемское войско, и его союзники еще даже не вступали в противостояние с нами. Хотя на Западе у нас, конечно же, будет определенное преимущество, и все зависит от синхронности действий союзников. Можно пока что с чистой совестью продолжить нашу русскую кампанию. Тут все идет достаточно приятно, и в ближайшее время мы сможем получить Москву под свой контроль. Это даст нам серьезный козырь на мирных переговорах. На севере же, однако, обстановка продолжает радовать, нам остается взять Неву и Ладогу. Самое время начинать мирные переговоры, и Псковская крепость вместе с важнейшим торговым узлом отходит Тевтунскому ордену. Да, к сожалению, концовочка противостояния с Мазненес немного разбили близ торгового узла, однако мы успели взять его под контроль. Хотел бы я сказать, что самое время разворачивать наше 50-тысячное войско, однако здесь союзники справляются и без нас. Генерального сражения еще не произошло, но и у нас есть время для того, чтобы подтянуть основные силы. И вот оно сражение, которое решит судьбу всей Богемии. Тут у врага нет ровным счетом никакого шанса 70 тысяч против жалко-горских храбрецов со стороны нашего врага. Остается лишь добить разрозненную силу на севере, и можно планировать мирные переговоры. Продолжение экспансии начинается лишь в декабре 1559 года. Жалкие остатки богимской армии уже ничего не значат, однако результатами этого противостояния могут довольствоваться только наши австрийские друзья. Но хотя бы какие-то территории на востоке у России нам удалось подточить, хотя в целом расклад не самый приятный. Ноябрь 1966 года стал для Тевтунским орденом судьбоносным, ведь отныне мы являемся наместниками Господа нашего на земле и защитниками веры. Уже сейчас нам придется сделать важный выбор, ведь реформация распространилась в Германии со скоростью лесного пожара, и многие князья отвернулись от католической церкви. Они создали свою собственную лику, чтобы бросить вызов самому императору за политическую власть в империи. Наш долг не только как духовного ордена, но и как соотечественников немцев присоединиться к императрице Марии против этой еретической угрозы. Но хватит ли у нас сил и желания для такого отчаянного шага? Достойны ли обращения тех, кто уже однажды отвернулся от нас? И как поступит орден в эти смутные времена, зависит только от вас. Ставьте лайки и пишите комментарии, определяя будущее нашего союза. По ссылкам в описании и закрепленным комментариям вы можете ознакомиться с нашим телеграм-каналом и группой ВКонтакте. Вопрос блокировок снова остро, навис над нами и было бы неплохо не потеряться. Как всегда, я благодарю всех и каждого за просмотр. До новых встреч, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok